В дальней дороге не бывает легкой поклажи, но бывает крепкая сила воли, которая помогает преодолеть все трудности, особенно если это путь бойца. Привет, разящие когти дракона! С вами Федорович, а сегодня я вам расскажу про бойца, который как перевоплощение Люкана из Mortal Kombat показывал настоящие чудеса в ринге, а некоторые его даже называют вьетнамским Брюсом Ли. Как вы догадались, мы будем говорить и посмотрим на лучшие поединки Канг Ли. Особенно остро чувствуешь себя мужиком, когда получаешь удар между ног, а когда тебя постоянно задирают и обижают, понимаешь, что пора мужиком становиться. В 1975 году, в возрасте трех лет, Канг Ли со своей матерью эвакуируются из Вьетнама из-за войны и переезжают жить в Америку. Когда вьетнамский пацан пошел в школу, он постоянно подвергался оскорблениям и унижениям со стороны других детей, и не только. Поэтому в 10 лет он записывается в секцию Тэквондо, которая дает ему отличные ноги. Затем он увлекается борьбой и становится чемпионом Америки среди юниоров. Затем, посмотрев фильм Рокки, начинает заниматься боксом, также параллельно занимаясь Винчуном и Ушу. А закончив колледж, мужик наконец-то находит себя в Ушу Саньда, или кунг-фу, как его называют, и кикбоксинге, где становится многократным чемпионом Америки и многократным призером чемпионатов мира. Конечно, такого яркого бойца не могли не заметить профессиональные промоушены, и он принял участие в турнирах K1, где провел три боя и все выиграл. Канг был как перевоплощение Лю Кана в реальных боях. Он вытворял невероятные вещи и приемы, которые мало где можно увидеть, разве что в показательных выступлениях монахов Шаолинь. Именно за его скорость и технику многие называли его вьетнамским Брюсом Ли. Но в возрасте 34 лет, наверное после медитации, в которой ему явился сам Брюслик и сказал, что он пацан-красавчик, Канг Ли решает идти в профессиональный ММА и принимает участие в турнире Strike Force. 10 марта 2006 года. Первый соперник Канга Майк Олтмен, с которым Ли уже встречался по кику и победил. Но это ММА и совсем другой уровень. Хотя, наверное, Канг об этом забыл и расправился с оппонентом за пару минут, отправив того в нокаут. 9 июня 2006 года. Второй соперник Брайан Уоррен, с которым Ли также встречался в Кейуан и тогда одержал победу решением судей. Но это ММА и у Брайана за плечами 15 боев, а у Канга лишь второй. С первых секунд Брайан бросился на соперника, как рогатый мутару. Но перевоплощенный Лю Кен показал ху из ху и за 40 секунд обломал противнику все рога. 8 декабря 2006 года. Канг побеждает Джайсона Фон Флю техническим нокаутом, а 22 июня 2007 года встречается с очередным монстром на пути к Шао Кану по имени Тони Фрикленд. Несмотря на то, что Тони оказался крепким орешком, Канг продемонстрировал, как можно использовать ноги в ММА. Он наносил разнообразные удары по всем этажам, на которые Фрикленд просто не успевал реагировать. Вся эта жесткая заруба закончилась за 25 секунд до конца боя нокаутом Тони. 16 ноября 2007 года. Попытать свое счастье против вьетнамского Брюслика вышел Сэм Морган, который показал достойный бой, но который не был готов к разящим ногам Ли. Видать, мужик не играл в Мортал Комбо, ты не понимал, что комбо из пяти кнопок могут заставить плакать даже Рейдена. Все закончилось в третьем раунде отличным миддлкиком по печени. 29 марта 2008 года. Наконец-то Канг Ли добрался до финального босса в лице знаменитого Фрэнка Шемрока, который являлся чемпионом Страйк Форса в среднем весе. И на кону стоял именно этот пояс, который один не хотел отдавать, а второй так жаждал забрать. Кстати, этот бой был вторым в истории Страйк Форс по количеству зрителей в зале, которых собралось более 16 тысяч, а также был признан замесом года и, нужно сказать, вполне справедливо. Несмотря на то, что оба бойца хорошо друг друга знали и даже были спарринг-партнерами в одном зале по кику, пацаны устроили настоящую зарубу, на которую смотрели все боги из всех вселенных. В один рот двух ложек не впихнешь, но двух классных бойцов в одной клетке собрать можно. Весь поединок проходил в постоянном напряжении с постоянным обменом ударов, за что зрители были невероятно благодарны, а продавец хот-догов с пивом вообще на пацанов молился. Канг Ли пробивал свои фирменные удары ногами, разбивая шемраку корпус, руки и голову, на что Фрэнк отлично и точно отвечал руками и постоянно пытался затянуть лифт-партер, но тот категорически не хотел там завязнуть. Можно сказать, что весь бой был довольно равным, но в третьем раунде, хорошенько потрепав шемрака, кстати после боя оказалось, что у него сломана правая рука после кика в Ли, Канг все больше владел преимуществом, за что и получил победу судейским решением. После завоевания пояса Канг Ли отправился ломать Голливуд и снялся в нескольких фильмах, сделав перерыв в бойцовской карьере на полтора года. 19 декабря 2009 года Канг Ли возвращается в Страйк Форс в бою против Скотта Смита. В целое яйцо муха не залетит, а разбитая и собака слижет. Так и для Люкена, который, коротая вечера с китаной, опустошал свои чакры, может все плохо закончиться в бою. Для Канга Ли после сладкой голливудской жизни бой против Смита закончился нокаутом в середине третьего раунда, хотя по ходу поединка казалось, что именно Ли выиграет его досрочно. Но первое поражение было нанесено в рекорд Канга. 26 июня 2010-го через полгода состоялся реванш, в котором Канг возобновил свои чакры и, набравшись сил, восстановил справедливость, уничтожив Скотта в середине второго раунда. Это был последний бой Канга в Страйк Форс, ведь мужик оказался реально обезбашенным тигром. И в свои 39 лет, в то время как сверстники завязывали бухать с циррозом печени, он принял приглашение от UFC и перешел в самую высшую лигу. 19 ноября 2001 года экзаменатором новичка назначили не кого-нибудь, а самого Вандерлея Сильву, который отнесся к заданию очень серьезно, и мужики показали феноменальный бой, который был признан поединком вечера. Рубка была не на жизнь, а на смерть. Оба тигра грызли друг друга до крови. На вертушке и сайдкике от Ли Сильва отвечал жесткими панчами и коленями, что в итоге и принесло ему победу во втором раунде, отправив Канга в больницу вправлять нос. 7 июля 2012 года. Несмотря на то, что первый блин оказался комом и сломал нос, Канг Ли, как настоящий воин света земли, вышел на следующий бой в UFC против Патрика Коте. Несмотря на то, что Патрик постоянно хотел зайти в клинч и перевести бой в партер, или хотя бы на ближнюю дистанцию, ноги Ли ему этого не позволяли. Да и в общем Канг выглядел быстрее, точнее и лучше, что принесло ему единственную в карьере победу с судейским решением. 10 ноября 2012 года. В главном бою вечера Канг Ли сходится в клетке против чемпиона UFC Рича Франклина, в котором после неспешного начала в середине первого раунда делает лучший нокаут 2012 года. Далее Ли берет перерыв в ММА и снимается еще в нескольких фильмах и сериалах про единоборство. Но настоящий тигр не может заплывать жиром в зоопарке, где вдоволь самок и еды. Поэтому 23 августа 2014 года в возрасте 42 лет Канг Ли принимает вызов от Майкла Биспинга. Это был отличный бой, который продлился практически 4 раунда, но физуха немного подвела Ли и на последней минуте 4 раунда Майкл отправил Канга в нокаут и на заслуженную пенсию. Вот такая невероятная карьера Лю Кана или Кунг Лао или вьетнамского Брюса Ли как вам больше нравится. Могла ли она быть более яркой? Конечно могла, если бы мужик начал выступать в UFC лет на 10 раньше или не тратил время на фильмы. Но даже несмотря на это, рекорд из 9 побед и 3 поражений говорит о многом. Но главное это вечная любовь фанов за его невероятные бои. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями. А также пишите в комменты, сколько вам лет и когда собираетесь выйти в клетку по ММА. Ну или хотя бы пройтись до турников во дворе. Нет-нет, не подтягиваться, а просто пройтись. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Представляем, что мы медведи.